Всем привет, дорогие друзья из Солнечной Алании! Сегодня мы присутствуем на очень важном событии, которое было организовано учреждением социального страхования и обеспечения населения. И сегодня нам рассказывают о том, что касается страховок для иностранцев, которые проживают в Турции. Поэтому давайте пройдем, посмотрим, как проходит конференция. Ну и в конце я подведу итоги. Мы находимся, кстати, в отеле Гран Токан. Этим отелем руководит англичанка. Зовут ее Аманда. Чуть позже вы увидите интервью с ней. Ну а сейчас я вам покажу гостиницу. Кстати, очень хорошая, красивая, чистая гостиница. Ну а далее уже поговорим по страховкам. Гостиница Гран Токан находится на пляже Клеопатра. Это не отель, все включено. Но находится он на первой линии и прям за гостиницей уже расположен пляж. Очень красивая современная гостиница. Здесь можно выбрать опцию как завтрак, так и все включено. Гостиница небольшая, но достаточно уютная, чистая и красивая. Таким вот образом выглядит лобби. Здесь есть небольшой бар. И далее, спускаясь по лесенке, мы попадаем в зону, где находится бассейн. Ресторан. Сегодня, сейчас в ресторане завтрак, обед уже закончен. Но вот на этих вот больших столах располагаются блюда. Либо завтрак, либо обед. Здесь вы сможете покушать. Как вы видите, ресторан небольшой. Но у жителей, у посетителей гостиницы есть опция выбрать либо обед, либо завтрак, либо ужин, либо все вместе. В общем, вы сами выбираете так, как вы хотите отдыхать. Здесь также есть небольшой бассейн. На этой площадке летом проходит анимация и, конечно же, открыт вот этот вот бар. Бассейн выглядит таким образом, не очень большой. Этот отель славится тем, что у них очень хорошая и интересная анимация. Народ вон загорает. И уже, видите, есть выход на дорогу за территорию отеля. И вы можете попасть за этим забором. Находится уже пляж Клеопатры. Ну и, как я вам говорила, у нас сейчас проходит конференция по страховкам, которая касается иностранцев, живущих в Турции. Чуть позже я вам расскажу поподробнее. Здесь также есть небольшой конференц-зал, спортивный салон. Небольшой, но сегодня утром я видела, народ здесь занимался. И вот такая вот зона, тоже ресторан, где можно обедать, завтракать, завтракать и ужинать. В общем, друзья, очень хороший отель, рекомендую. Многие наши друзья здесь всегда останавливаются. Сейчас вам расскажу немного подробнее о системе страхования в Турции. Если ты иностранец, то ты можешь застраховаться каким образом? При получении комета, и комета – это вид на жительство, при получении вида на жительство необходимо иметь страховку людям до 65 лет. Это либо частная страховка, либо государственная страховка СГК. Частную страховку можно оформить на каждом углу Волани, вы просто приходите и ее оформляете. Стоит она в пределах 500 лир в зависимости от возраста. Без страховки вы не получите вид на жительство. Если вы хотите пользоваться всеми услугами государственной клиники бесплатно и иметь скидки в частных клиниках, то вы можете оформить государственную страховку. Что значит государственная страховка? Государственная страховка оплачивается... Я снимаю, меня снимают. Наш друг, который на велосипеде катается... Так вот, друзья, государственная страховка оплачивается каждый месяц. Стоит она 500 лир. И эта страховка покрывает обслуживание в государственной больнице, кроме каких-то хронических болезней. Если вы хотите получить государственную страховку, то вы должны в Турции иметь ВНЖ, прошлое ВНЖ не менее чем на год. То есть вы приезжаете, получаете ВНЖ на год, частную страховку, и только после года вы уже можете перейти на государственную страховку. Государственная страховка также покрывает супруга, жену или мужа, детей до 18 лет или студентов, если дети ходят в университет до 25 лет, и ваших родителей. То есть представьте, семья приехала в Турцию, да? Муж. Муж оформляет на себя страховку. Отец семьи оформляет на себя страховку. Каждый месяц платит 500 лир. И по этой же страховке проходит его жена, дети и родители. То есть просто документы продаются в учреждениях социального страхования, о том, что вы родственники. И далее все это оформляется, и вся семья за 500 лир может пользоваться этой страховкой. У нас, например, тоже страховка СГК у Айхана, и мы пользуемся услугами государственной клиники. Иногда ходим в частную, где также получаем скидки. Под скидком я вам не скажу, сколько. Ну, в общем, система такая. Если хотите хорошую страховку, то, конечно же, лучше оформлять с СГК государственную страховку. Ну, а в первый год вашего пребывания, конечно же, все оформляют частную страховку. Здесь, в общем, очень-очень много нюансов. За, против, какие плюсы, какие минусы. Но со страховкой с СГК проще, дешевле, если вы большая семья. И с СГК страховка работает. Страховка частная, с ними очень много вопросов. Некоторые больницы не принимают частные страховки. В общем, друзья, здесь ситуация неоднозначная, но если вы большая семья, то, конечно же, страховка с СГК – это то, что вам нужно. Ну, а давайте сейчас покажу вам конференц-зал и как проходит наша конференция. Наша небольшая конференция уже началась. Вот так вот выглядит наш конференц-зал. Ну, и, конечно же, после конференции я сделаю итоги и расскажу вам, какие мы получили ответы на все наши вопросы. Продолжение следует... Все, наша конференция закончилась. Давайте теперь пообщаемся с народом. Дорогие друзья, многим я рассказывала про таких людей, как Владимир. Познакомьтесь, Владимир и его супруга Маша. Они живут в Алане. И Владимир – фрилансер, то есть человек, который, живя в Алане, живя в Турции, зарабатывает на жизнь... Через интернет. Через интернет, да. Поэтому давайте с ними познакомимся и зададим пару вопросов. Мы приехали из России, из Ульяновска. В Турции сейчас второй год. До этого пользовались и пользуемся частной страховкой. К сожалению, вот в этом году у нас получились некоторые неувязки и нам рекомендовали перейти на СГК. Страховка интересная, но было много вопросов. Что она покрывает, что не покрывает, сколько стоит, кого можно вписать. Вот сейчас мы получили ответы на эти вопросы и проанализируем. Я думаю, мы подключимся к этой системе. Как вы думаете, аргумент по поводу того, что 500 лир платите, и все это покрывает 4-х человек в вашей семье? Вам нравится это? На самом деле у нас 6 человек. О, 6, простите. Поэтому для нас эта страховка очень выгодной получается. Посмотрим, как она будет работать. Надеюсь, что все будет прекрасно. По крайней мере, отзывы, которые сегодня услышали, вдохновляют. Спасибо большое. Познакомьтесь еще с Мартиной. Она из Германии. И сегодня я тоже хочу спросить у нее про страховки СГК. Мартина, what do you think about СГК-систем? I think it has been very good now. They have working so much in the last year. Also, the new hospital is really good. And no one has to be anxious or be worried about to get sick in Turkey. You can get every surgery. It's no problem. You, of course, use СГК for your family, right? Yes, of course. Yes, of course. I have the insurance for many years and I also see how it was developed. I have been in the Devlet hospital, in the government hospital 15 years before and it was really poor. And now I also have the possibility to go in a private hospital but I prefer the government hospital because it's better. Would you offer foreigners with big families to have СГК? Big family, like four persons, five persons? Yes, we have four persons. My daughter has got a serious disease last year. She got a... I don't know the word. Her face was... Feltz. Like a nerve? Feltz. Feltz. I don't know. Feltz. It was... She couldn't close her eye and her mouth was like this and she's 12 and we were very afraid and my husband took her to the hospital and they were so worried and they helped her so very good. They sent her to Antalya and they were working until 12 o'clock in the night to find out what she had. It was really, really astonishing what they did for the child. And, of course, it was four weeks of medication and later she was well and it was really good. That's good. Thank you very much, Martina. Еще вы знаете Эндрю. Мы с ним общались в других моих видео. Эндрю, он организатор этого собрания на котором мы получили очень важную информацию. Эндрю, why these kind of meetings are important? Because people who come to Alanya to live need to know how the system works and sometimes information is not so easy to find and because we have the people that we know who can come and deliver the correct information then it's good to bring community leaders together and spread all the news that we can and that goes for all of us including the foreigners which is also trying to do the same thing these days. That's important. Do you use Sega Car yourself? I'm on Sega Car and I am in receipt of treatment on a regular basis for a condition that developed last year and I wouldn't be without it. I love having it. I feel secure I feel comfortable. I also think that Sega Car is the best option especially for people who have big families. the only option I could find being over 65 because the private insurance companies don't want you when the risk goes up and for me it's a small price to pay for the security of knowing that if I have a problem I can go and get it treated. Alright? If it's a chronic problem that they decide was from before I enrolled with Sega Car then I have to pay but I accept that as one of the conditions of my living in lovely Alanya in Turkey. Okay, thank you very much Andrew for your help. Alright, dear friends, our conference has finished. Now I will leave from this wonderful meeting from this wonderful hotel. Thank you to everyone who organized. And here is Amanda, the director. I will try to turn with her a few words. I want to introduce you to Alanya. She is with Grand Okan and she lives in Turkey for more than 30 years. Let's ask her questions. Hello, my name is Amanda I am the general manager of Grand Okan Hotel in Alanya. I've been in Alanya for 30 years and I've been manager in the hotel for 20 years and we called this meeting between the Sega Car and the foreigners here, the new Alanya because we have some questions that needed to be answered and we asked the manager of the Sega Car to come here to help us. Friends, thanks to all people like Amanda our city is developing and living in it pleasant and comfortable. I say because of this kind of people like Amanda Alanya is getting more comfortable for living. We help, we try. so we welcome everyone to Alanya with open arms and if you need a good hotel Grand Tocan is one of the best options for holidays people, single travelers, families, anybody. for all welcome to Grand Tocan and Alanya. Thank you. Thank you. So, all the interviews finished, our gathering finished. I can't remember where I moped is going to park. And, friends, today is 10 March, the weather is fantastic. And in Turkey also проходят досрочные выборы поэтому сейчас мы идем на выборы покажу вам как там все устроено в этом видео я с вами прощаюсь следующее видео будет о выборах всем всего хорошего пока пока подписывайтесь